здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал экзегет пришел вопрос глядя на окружающий мир кажется что я зря пытаюсь сохранить свою девственность да это вот такой крик души человека который смотрит вокруг себя и видит что целомудрия девственность верность в семейных отношениях совсем не в почете и люди развращенные конечно пренебрегают этой добродетелью но мы храним какие-то добродетели не потому что так или иначе живет мир а потому что мы верны господу и девушка или юноша хранят целомудрия до брака потому что хотят полностью любить одного человека один раз и навсегда и во времени тоже и поэтому когда человек соблюдает свое целомудрие до брака он хранит верность своему будущему мужу или своей будущей жене почему человек хранит верность в браке потому что нельзя соблюсти и выполнить христианский стандарт любви к человеку если ты любишь душу одного человека телу другого человека не получится ты не сможешь понять что такое христианская любовь никакой малой церкви создано не будет и твоя семья не будет похожа на церковь можно перечитать пятую главу послание к эфесиным апостола павла отрывок из которой читается на венчании посмотреть как апостол павел говорит параллельно и показывает как схожи между собой церковь как тело христово и малая церковь семья христианская если так получается что целомудренный человек сейчас не может создать семью потому что те кто хотят создать семью они живут по-другому то это вопрос исповедания своей веры мы храним свою целомудрию потому что мы любим господа в каких бы обстоятельствах мы не жили да иногда это бывает чрезвычайно тяжело да иногда нас не понимают иногда над нами смеются но чтобы не было мы храним верность своему господу а потому что мы его любим мы не хотим осквернять эту любовь мы не хотим терять эту связь с ним и надо сказать что многие очень люди нагулявшиеся в молодости когда они упираются в тупик этих отношений когда они видят что развращенность их сердце мешает им построить семью и что они не могут построить нормальную семью с давно потерявшими девственность девушками или юношами они начинают искать целомудренного человека они понимают начинают понимать какая-то великая ценность вот здесь надо хранить конечно свое целомудрие и молиться и просить у бога помощи господи пошли мне мужа христианина тебе угодного и мне приятного вот такая короткая древняя молитва чтобы этот человек тоже был верующий потому что если человек будет не верующий у вас главное в жизни будет разным и это беда потому что если главное в жизни разное то на чем единство семи можно построить не начал внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео